Меня зовут Игорь Коваленко и сегодня я хочу запустить новую рубрику, в которой мы будем разбирать книги. Мы будем разбирать книги на английском и мы будем смотреть то, что мне понравилось в этой книге, что мне не понравилось, что я рекомендую в этой книге, насколько она поучительна, эта книга, и насколько она может улучшить ваше мировоззрение и вас как личность. Первую книгу в этой рубрике, которую я хочу порекомендовать вам, называется «Дэвидов», и автор у нас книги это Фиона Бартон. Вот она, эта книга, и у нас ее написала Фиона Бартон. Это очень такая хорошая книга, и вот как она выглядит. Эта книга достаточно интересная и классная книга. Мне эта книга доставляет огромнейшее просто удовольствие. О чем эта книга? Это психологический триллер. И в чем хороша эта книга? В том, что ты не знаешь действительно, что дальше будет. То есть ты не можешь проанализировать приблизительно, как будет развиваться сюжет. И это захватывает. О чем эта книга? «Дэвидов», то есть «Вдова», как эта книга называется, это история о женщине, которая имеет мужа. И этот муж, он оказывается серьезным киллером. То есть киллером, который убивает детей. Ну, как бы неизвестно, я пока половину книги прочитал, то есть я ее еще не полностью прочитал, но половина книги мне очень сильно захватила. В 2007 году ведется расследование о пропаже ребенка, который пропал без вести. И происходит определенное расследование в 2007 году. А в 2010 году вдова, женщина, которая вот эта молодая женщина, которая потеряла своего мужа, потому что, ну, там будет описываться в книге, как она его потеряла, как она стала вдовой. То есть она рассказывает в 2010 году разным репертерам о том, что произошло тогда, в те времена. И как бы мы можем проследить две линии этого сюжета, то есть даже три линии. Мы можем посмотреть перспективы детектива, как он расследует это в 2007 году, и как он на все эти вещи смотрит, то есть как оно продвигается, это расследование. С другой стороны, мы можем линию проследить вдовы, как с ее точки зрения все происходит, что происходит, как она чувствует, какие переживания она испытывает. Ну, также там третья перспектива, это, можно сказать, как бы с персонажей, таких персонажей, таких как ее муж, мы можем тоже посмотреть то, что происходит. И с такого персонажа, как репортер тоже, идет определенное ее понимание, этих событий, которые происходят. То есть оно очень интересно, оно не написано в классическом каком-то стиле, оно написано в психологическом триллере, то есть направление, это такое вот направление, ну, книга очень интересная. Я еще не знаю, действительно ли ее муж похитил, этого ребенка, или не он. То есть так линия идет, что ты сомневайся в этом, то есть ты не можешь точно знать, ее муж и похитил ребенка или нет. И в конце найдут ли этого ребенка, потому что по книге прочитал еще неизвестно, то есть где этот ребенок. Конечно же, как я сейчас на данный момент прочитал по книге, думаю, что все-таки, конечно же, это, возможно, ее муж взял этого ребенка. Ну, все равно интересно, жив этот ребенок, не жив этот ребенок. То есть она меня реально, эта книга захватила, поэтому я ее рекомендую вам до чтения. Еще раз, это Фиона Бартон, The Widow. Вот она книжечка такая, достаточно красивая. И ее прайс 6,49 евро. Ну, опять же, вы можете где-то бесплатно в интернете, возможно, скачать, где-то ее найти и почитать на английском. Очень классная книга. И я поэтому вам ее достаточно рекомендую. То есть, мы видим, это Sidney Times Bestseller. То есть это действительно бестселлер. И очень интересная книга. Я думаю, это будет достаточно для вас хорошее времяпровождение. Также, чем не нравится, такие книги, они заставляют вас думать. То есть вы не будете просто сидеть там, ой, что же будет дальше. То есть вас заставляет это думать. Поэтому эти книги, они классны тем, что вы постоянно вдумаете. Вы постоянно находитесь в определенном каком-то, знаете, в этом мире. В этом мире вдовы этой. Ее желаний, ее каких-то звез. Также интересно, что эта вдова, муж, они с мужем не могут иметь детей. Также описываются эти переживания, эти чувства. и они действительно тоже очень интересны. Поэтому читайте эту книгу, наслаждайтесь этой книгой. Пока минусов я не выявил, не обратил внимания, потому что книга, она сама по себе не сильно такая крупная, 300 страниц, и легко читается. Поэтому для меня эта книга реально классная, мне она реально нравится. И как бы минусов я не могу сказать, а минусов. С вами был Игорь Коваленко, и мы будем дальше разбирать различные книги на английском языке, которые я буду рекомендовать читать.